Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 29 июня 2024 года, потрясающий безоблачный субботний день, и я приехал в одно из самых интересных мест города Киева. Это киевский слет коллекционеров. Сюда съезжаются антиквары со всей территории Украины. Тут, как всегда, по традиции, очень много фарфора, также антиквариата, вещей по Первой и Второй мировой войне, царские времена. В общем, все посмотрим и обязательно все покажу. Кому интересно, для справки, слет коллекционеров проходит каждую последнюю субботу месяца, и он располагается в международном выставочном центре возле метро Левобережная. Давайте подойдем и посмотрим, что же у нас там продается. Видим довольно большое количество людей, очень много товара. Сейчас все посмотрим. Статуэтка такая интересная. Очень много всяких интересных артефактов. Серебро, ожирение, часы, иконы, кресты, подсвечники. Очень много интересных старинных икон. И напоминаю, друзья, если вас интересуют какие-то товары, которые вы видите в моих обзорах, можете смело обращаться ко мне в Телеграм. Могу отправить по Украине или же за границу. Мой Телеграм указан в первом закрепленном комментарии по стакану. Мишка. Плакетка деревянная. Ручная работа. Прикольный медведь. Очень интересная точка. Много красивых артефактов. Сумочки. Интересные. А сколько такие сумочки у вас? Я знаю, по 400 долларов. По 400 долларов, да. Серебро. Это серебряные у вас все, да? Иконы. Парсигар. Охотничий. А парсигар у вас тоже серебряный или нет? Да, серебряный. Ага. Это царский у вас или какой? Советский. Ага, советский. А парсигар. Статуэточки. Ваза. Потрясающе. И все серебряное. Выключили свет. Плановое отключение электричества. Вот сегодня еще. Сегодня еще буду искать товары для своих подписчиков. Со мной связались несколько подписчиков и попросили приобрести кое-какие товары. На постоянной основе еще интересных олимпийских книжек для Виталия из Латвии. Также меня просили посмотреть часы с олимпийской символикой. Часы карманные. Ой, а мне не надо видео. Хорошо. Да, если можно, то есть. Хорошо, пожалуйста. Красивое серебряное. Вот изделие. Фемида. Подстаканник. Это серебряный у вас подстаканник? Верховная Рада Украины. А сколько такой у вас? Три доллара за грамм. Три доллара за грамм, да. Еще подстаканники. А царское серебро есть у вас какое-то? Или нет? 87-я проба там у него. И сколько за грамм такая у вас в пищечнице? Давай за 300. Полтора доллара. Полтора доллара. Полтора доллара. 84-я самая. 84-я. И сколько за грамм она стоит у вас? Нет, зависит. Долларов по 10, наверное. По 10 долларов за грамм. Расчески серебряные. Монеты. Интересная точка по янтарю. Смотрите, какая ручка янтарная. Ручной работы. А сколько такая ручка стоит у вас? Так, а ця коштует 4 тысячи гривен. По золота. Дивіться, тут все зроблено на высшем уровне. Ну, бачите, да? Такую мы выдамо за 4 тысячи гривен. А така коштует 6 тысяч. 4-6 тысяч ожерелья. Дивіться, тут тоже у вас из янтаря. Интересные часики. Годинники у вас кризинчику, бачите. Все тут. Речи такие, які не повторються. Нет, стоять на них. Ну, это все ручная работа. Советские часы. А сколько часы такие у вас настольные? Оце с боем. Малиновый звон, бой, все працює. Трошки потерпутувати треба. Но таки выдамо за 400 доларів, все грубо говоря, 16-15 тысяч гривен. Такие тоже десь по 20-15. Нет, це більше. Це слон, це десь 25. Це оригінальна ракушка природня выплыла. Ці тоже 25 тысяч гривен. Интересная у вас, конечно, продукция. О, дали им смітла. А сусед, чтобы розуміло, то яферист, вона не підходить. То все пресоване, то все викопано незаконно. Его полиция шукает, так что не підходить. Тише. А ты, коли робишь коньерингу, стей, глибоку языку делаешь? Попросаю, чтобы есть жінки. Крестики. Ну да. Понялся все. Рядом такая точка тоже. Ожерелье. Браслетики. Браслетики. Интересные. Двигаемся дальше. Вот, наконец-то, включили свет. Но включили его как-то частично. Солдатики. Вот такие советские. Цена, когда-то была, 25 копеек. Фотографии солдат. Первая мировая. В госпитале у солдата раненая, перевязаная. Еще солдат тоже перевязанный, но все же улыбаются на фотографии. И всех этих людей уже нет в живых. В памяти о них хранят вот эти фотографии. Это уже советское время. Дальше. Советское время. Полетчики. Еще дальше. Военные, солдатские фотографии. Офицеры. Сиди. Подпишем. На грузовиках. Грузовик заехал в реку. Танк. Города. Вот эти два. Этот авторский. Этот 84. 84 и вот этот, да? Этот 84, да. Ага. Интересно. Это литье. А сколько стоит? Это авторский портсигар. Теперь вы обратите внимание, что тут подпись автора. А, извините, извините, да. Не-не-не, я имею в виду. Мне просто нужно. Портсигар это, ну, там, такого плана. Без авторсигара. Нет, это никто не хочет. Так нет, это серебряный портсигар. Я знаю. А сколько царский такой за грамм? В арторский, тут хоть есть какая-то езда? Я изделие продаю, я не за грамм. Я изделие продаю 850 долларов. 850 долларов такое изделие. Он тяжелый. Тяжелый. Это около 240 грамм. 240 грамм. Сколько еще раз вы сказали? 850 долларов. 850 долларов. Часики еще восток. Часы еще такие. Новые. Восток с коробочкой. Восток с календарем. С бирочкой даже. Интересный экземпляр. Вот еще такое изделие. 800 проба. Что это такое у вас? Помадница. Как? Помадница. Помадница, да? Интересно. Смотрите. Раньше в таком хранились помады. Вот здесь зеркальце. Ага. Даже зеркальце. Интересное изобретение. Сколько стоит у вас такое? 3000 гривен. 3000 гривен. Смотрите. Еще интересная точка по посуде. Фарфор. Вот. Взгляните. Какая красота. Чайник видим с олимпиадой. С олимпийской символикой. Подсвечники. Сервис. Статуэтки. Тарелка. Саркоты. А сколько тарелочки у вас такие? Это сервис. Ага. Сервис полностью. 200 долларов. Ага. 200 долларов. Сервис. Подстаканник. Куколки. Это 4 штучки. 1000 гривен. Еще вот тоже интересная продукция продается. Подстаканники. Такие классические. Но их везде много. Фляга. Фляга. Деревянная. Вот еще фляга. Каски. Вот это алюминиевая. Немецкие, я так понимаю. Каски. Скорее всего, реставрировали их. Также можем наблюдать очень много интересных артефактов. Бокал. Пивной. Статуэтка. Кофемолка. Смотрите, какая интересная кофемолка. Ого, она еще тяжелая. Килограмма 2 точно. Извиняюсь, а что это за материал кофемолки? Извиняюсь, а что за материал кофемолки? Да. Как? Золото. Золото. Ну, пошутить, конечно, можно. Хорошее настроение, наверное. И такая кофемолка 100 долларов. Также вот такие настойки. Очень много разных. Чайничек. Голуби. Интересные. Звоночек. В общем, продукции, естественно, много. Отсвечник. Статуэтки. Бабушка такая интересная. Собачки. Советские. На экспорт. Икона. Пистолины. Часики. 3000 гривен. С коробочкой, с документами. Часовой завод. Час. Интересные часы. Карл Тельстен. Санкт-Петербург. 1853 год. Очень много серебра. Интересный. Портсигар. Необычный. Таких еще не видел. Сейчас возьму телефон данного продавца. И если вас интересуют какие-то позиции, можете обращаться ко мне в Telegram. Контакт указан в первом закрепленном комментарии. Могу отправить по Украине или же за границу. Так. Такой. Тоже портсигар. Под стаканик. А какая-то проба у него? У меня спрашивал подписчик 87-ю пробу Царская Серебра. 84-ю. 84-ю. А это... Не похоже, но... 5-я. 5-я клеймо. Там такой подстаканник. Интересный. Стопочек очень много. Вау. Взгляните, сколько потрясающих подстаканников. Подсвечники, светильник, часы настольные. Зеркала. А сколько лампы? Это? Ага. 8 тысяч. 8 тысяч гривен такая лампа. Примерно 200 долларов. Еще зеркала. А сколько такое зеркальце у вас интересное? Это серебряное. Серебро? Угу. 150 долларов. 150 долларов. Не по металлу, а там. А вот это новое зеркало. Тоже серебряное, да? Там по серебрению или серебро где-то. Но тот дешевле отдал. Угу. Я понял. Вы еще выставляетесь, да? Да. Хорошо. Может, позже подойду. Спасибо. Медведь олимпийский. Какой-то он тяжелый. А что это за материал медведя, интересно? Просто тяжелый какой-то. Чугун. Чугунный медведь. Ну да, реально тяжелый. Чугунный медведь. Самилия. Видеокамера. И светлый. Это кольца есть. Часы. Да, да, да. Ну такой тяжелый. Не желтый, не белый. Парппоры. Тяжеленькие. Очень красивые. Часы. Интересный такой подсвечник, а сколько такая статуэтка с подсвечником стоит у вас? 40 тысяч? Еще очень много Пандоры, колечки, браслетики, книга госпожа дома Романовых. Интересная продукция. Мишка олимпийский. Вазы, игрушки. Интересная тут всегда очень продукция. Медведь олимпийский, сумской, очень красивый. Подстаканник. А что это за подстаканник у вас? Ага, серебряный даже. 46-й год. И сколько он стоит у вас? По 2,5 доллара за грамм, да? Подсвечник. А сколько подсвечник такой у вас интересный? 100 долларов. 600 долларов, да? Шкатулочки. Машинки. Интересно, космические фотографии. Служба. Удостоверение. Заслуженный испытатель космической техники. Еще фотографии. Всякие ракеты. Много интересных космических снимков. Фляги. Солдатские. Очень много. Всяких ремней. Мишка. Панно. Олимпийский. Фонарики всякие. Советские. Барсигары. Очень много часов. Посмотрите, и слава, и луч. Восток. Полет. Карманные часики. Ориентир. Объективы. Настольный календарь советский. Часы тоже настольные. Календарь сколько у вас стоит? 600 долларов. Вот еще. Видим часы полет. С коробочкой. Интересно. Тоже удалось. Золотые, да? Да. Роликс. Копи. Ну понятно. Такие вам не пейте. А Роликс почем ваш? 4000. Это механика? Сейчас я попробую. Ага. Статуэтки. Потрясающие кубки. Футболист. Часы. Ангелушки. Милые. Милые такие. Малоросом или новоросом. Или росом. Ого. Сколько интересного советского алкоголя. И советского, и современного. Милые. Вот и виски, и ром. Мартинни. Виски. 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 200 лет. Ронни волк. Интересно. Здравствуйте. Рад видеть вас и ваших мишек. Ну не только мишек. Да. А какие-то новые медведи есть у вас? Или только те, которые были? Честно, ничего не добавлял. Но тут их хватает, скажем, редких и нередких. Ну да, да. Тут у вас их. Медведь на медведя. Утят не снимали или барановские? Утят? Это интересная тема. Ага. Барановские утята. Красавцы. И почем они у вас? Они едут, если целые. Утенок битый. Утенок 200 гривен. Ага. Вообще их 12 и 5 в наборе. Ага. А вот медведи ЛФЗ и Дулева интересуют человека. ЛФЗ. Можете показать их? ЛФЗ. У нас два медведя. Ага. Маленький и большой. Вау. Какие красавцы. Ага. Маленький редкий, а большой. Ага. Большой более частый. Ага. Я понял. ЛФЗ и Дулева есть у вас? Дулева. Дулева, пожалуйста. Ага. Класс. Красавчик вообще, да. Они тоже есть разных оттенков. То есть, в принципе, их считается несколько вариантов. Ага. Еще вот такой красавчик. Малыш вот такой вообще, да. Только что мы его смотрели. С мячиком Мишки. С мячиком это киевские. Ага. С мячиком их было два варианта. Это были киевские. Либо... Сейчас я вам покажу. Мы берем вот такого медведя. Первый сорт, да. И вот такой вот был с мячиком. Ага. Красавчик. Они тоже есть в наличии. Я их просто с собой не взял, потому что это дорогие медведи. Я их не хочу таскать. То есть, если будет в заказ, мы с проблем покажем. А вот Мишка боксер интересует. Нет у вас? Нет. У Мишки боксера знаю, что такое есть. Ага. Пекинес еще вот у вас. Интересно. А Пекинес почем у вас собачка? Пекинес 500 гривен. Ага. 500 гривен. Еще вот такие. Да. Фарфора, конечно, у вас вообще класс. Очень много. Ага. Номер раз, номер два, номер три. Это Лос. Тоже Лос. Угу. 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 Интересный вот этот лев. Это довоенная городница. Самая интересная кремля. А Карла Энса нет у вас в Советском Союзе? Нет, здесь все. В основном здесь все наш фарфер, который производился либо в Украине, либо в Советском Союзе. Я понял. И вот эти еще три больших медведя. Какое производство можете, пожалуйста, подсказать? Вот этот идет. Это Славянск. Славянский комбинат. Он идет в Медведь-Копилку. Ага, Медведь-Копилка. Вот это. Это, в принципе, тот же Славянск, но это современный Славянск идет. И вот это Зиг Конаково. Очень интересный большой медведь. Они выпускались у Конаково в двух вариантах. Вот такой маленький медведь и вот такой большой медведь. Маленький встречается довольно часто. Большой очень редкий. Вау, сколько фарфора на слете коллекционеров. Взгляните. Вот и мишка олимпийский. Не знаю, я уже сколько этих олимпийских мишек приобрел. И я сам становлюсь любителем этих медведей. Они реально такие красивые, улыбчивые, просто красавцы. Не знаю, что-то я... Скоро тоже начну собирать медведей. Буду тоже искать где-то в других странах, в других городах. Напоминаю, друзья, если вас интересуют какие-то товары, которые вы видите на видео, все это можно не просто посмотреть у меня на канале, а все можно приобрести. Для этого пишите мне в Telegram контакты в первом закрепленном комментарии. Вау, посмотрите, каких красавчиков, мишек я забираю для подписчицы из Узбекистана. Вот, как они далеко поедут. Аж в Узбекистан из Киева, представляете? Такие красавцы. Халфазе. Вот еще Халфазе медведи. Можете их, пожалуйста, упаковать? Да, конечно. Вот поднос такой еще с олимпийским мишкой. Это алюминий, да? Нет, нет, нет. Нержавейка? Тут, наверное, нержавейка либо мельхиор, но я думаю, нержавейка. Нержавейка, да. Красавец вообще. Зажигалочка еще с олимпийским мишкой. Она рабочая у вас или нет? Нет, там ее надо чуть-чуть подремонтировать. Заправить и она будет работать, но там не глобально. Это оригинальная она у вас? Да, да, это оригинальная. Класс вообще. Поэтому я никогда оригинальные вещи сам не ремонтирую. Поэтому они у меня есть в таком состоянии. Я понял. Покупатель, если хочет, он их делает, чтобы все было хорошо. Вау, смотрите, какая красота на слете коллекционеров. Вообще серебряные потрясающие изделия. Вот ложечки, чайники, соусница какая-то, стопочки, бокалы. В общем, красота. Очень большое количество часов. Ориентов. Командиры. Командиры. Полет. Секундомер. Ракета. Еще ракета с календарем. Слава с Козелутой. Фарфор. Украинка. Какая красивая ЛФЗ. А почему такая статуэтка у вас? Такая тысяча триста. Тысяча триста. Тысяча триста, да. Красивая она, Катюша. Всего хорошего вам. До свидания. Еще рядом видим монеты. В честь Савельского патриарха. 20-ти рокей независимости. Здравствуйте. Чемпионат Европы с футболом 2012 год. Киевский ботаничный сад. А в Якутину ботаничный сад у вас киевский? 35 тысяч. 35 тысяч, да. Заразумел. Гарного дня вам. До свидания. Игрушки. Советские. Думаю, у многих такие были. Здравствуйте. Сколько игрушка такая лисичка у вас стоит? 100 долларов? 100 долларов. А вот еще вот тоже сережки. Икону. Грошки. Крошки. Сверху. Вот еще по фарфору. Очень много красоты. Красоты. Жура, она уже продала. Да? Да. Свою. И бочонок продала. Свою. Это по-настоящему. Стаканчик. Мы бы еще выставили отсюда. А почем такой лофитник у вас? 800 ривен. 800 ривен. Это немецкий, да? Да. Немецкий лофитник. Начало 10-го. Неплохо. 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 Всего хорошего. До свидания. Брошки. А советское серебро есть у вас брошки? Ага. Это все советское серебро, да? 875. Ага. 875. Рома. Красота. Я помню, снежинку недавно купил для подписчицы из Германии. Тоже советское серебро. Ага, это всё советское, да? Ага. Интересно. Желелье. Браслетик. Красивенький. Еще. О, а это у вас ремень такой, да? Это мельхиор. Мельхьор? А это ремень, да? Ого, интересный мельхиоровый ремень. Впервые в жизни такое вижу. А сколько ремень такой у вас? Полторы, да. Вау, тоже парфор. Как всегда, на барахолках, на слетах коллекционеров очень много парфора. Да, даже есть книги, антиквар, можно почитать и обогатить свои знания в сфере антиквариата. Чайное трио ЛФЗ, советское. А сколько такое трио у вас стоит? ЛФЗ, вот так вот. Сколько оно стоит? Две девятьсот трио, да. Обезьянка интересная, с очками. Тоже фарфор. Очень много редкого и интересного фарфора. Европа, восемьдесят девять. Юниора, наверное. Это настенная тарелочка, да? Такая. Я вам даю. Да. Сервизы, тут еще очень удобно, что указаны цены. Восемнадцать тысяч, пятнадцать, тридцать. Это за тридцать тысяч. Советский сервиз. Двадцать тысяч гривен. Восемнадцать. Очень удобно, когда продавцы указывают цены. Это классно. Вау, знаменитые рыбки. А почем рыбки у вас? За четыреста. Они на рыбке живут. За четыреста гривень рыбка, да? Еще фарфор. Полный комплект. Полный комплект. А тарелочка есть под эти рыбки? Нет. Не было. Она вот так и была. Позолота за все. Уазы. Уазы. Уазы мексиканские. Сколько она стоит у вас? Я купил ее по десятке. Сколько? По десять евро. Ага, по десять евро. По мексикану. Угу. Понял. Корчики. Угу. Всего хорошего. До свидания. Вот давайте еще ремни посмотрим. Это современные же, да? Ну, конечно. Девяностых годов. Ага, девяностых годов. Две тысячи, они другие. Украинская армия. Это парадный он, да? Или парадный, да? Ну, конечно. Вот еще тоже девяностых годов. Украинский ремень. Тоже, ну, пряжка тут, видите, немножко есть. Но в целом в хорошем таком состоянии. Вот. Повседневные солдатские. Ага, пилотка еще. И вот тоже. И стих. Ага. Мне кажется, что это копии уже делали в девяностых годах. Копии, да. Я понял. Поляки тогда все застамповали и знаки. Вот еще мишка такое. А что это за производство еще раз? Каслин. Семьдесят девятый год. Красавец. Что это за материал? Такой он тяжелый. Чугун? Ничего себе. Медоведь такой. Вот забрал такие ремни. Девяностых годов. Это уже современные. Для подписчика из Германии. В конце обзора обязательно вам все покажу. Что же я купил. И сколько это все стоит. Вот еще статуэтки тут у вас. Да я смотрю пока у вас тут. Статуэтка. Такая. А в какую цену такая статуэтка у вас? Да. 300 грн. Да. 300 грн. Ага. 300 грн. Да. Можно доллары, можно евро, да? Значков у вас тут тоже очень много. Да. Нормально. Время у нас покупатель платит. Значки. Да. А почем часы такие у вас? 100 грн. Да. Прикольные часы. Кварц. Прикольно смотреть. Часы и брошек. И браслет точнее. Секундомеры. Карманные часики. Ракета. С календарем. Восток. Такая ракета еще. Так. Забираю еще такой поднос с олимпийским мишкой для подписчицы из Узбекистана. Такой поднос. Красивый. А девушка там у нас и там закрыт. Вот царский. Такой подстаканник. 84-я проба. Интересно. 141,9. Самоварчик. Смотрите, какой интересный. А почем такой самовар у вас? 300 долларов. 300 долларов, да? Это он из... Сколько? А? Карет. Ага. Понял. А какой это материал? Ложки. Нифилирован. Мерсилон. Понял. Понял. Монеты. А Карл Энс есть у вас статуэтки? Нету, да. Понял. Какая ты? Тысяча. Это доллары или гривны? Что это? Что? Гривны. Гривны? Гривны. Это статуэтка. Еще вот такие. Шахматы. 3000 гривен. 800 гривен. Бинокль. 1000 такой чайничек. Поднос. 4000 гривен. Это 100 долларов. Иконы. Вау. Смотрите, какая красивая спичечница. Это чугунная, да? Да, чугунная. Вы чувствуете? Вау. Ну да, такая тяжелая, прям внушительная. Шкатулочка у вас тут тоже. 500. Не знаю. Что вы хотите. Вау. Интересная, да? Посмотрите. А статуэтки Carl Lens есть у вас? Нет. Это не платформа статуэтка, это полкипластик. Ага, пластик. Пальсигары еще такое. Ага, пальсигары еще такое. Папара. Угу. Барометры. Медведь. Подставка. Часик. Дед Мороз. Такой красивый. Сколько Дед Мороза у вас стоит, подскажите, пожалуйста? А, видишь что, я позрозумею. «Власных»–无 religious 1971,azarask пока немыль ныр. Ожавелье. Доброго дня. Фотография. Извините, а військовых фотографий нет у вас, радянских? Військовых фотографий. Ага. Вот фотографии. А че шагиняна? Да нет, я так сказал. Солдат такой, матросы, еще матросы, магазин какой-то. Сорик, подисяк. Мам, я к любителю живописи. Вот посмотрим с вами еще такую интересную точку и будем заканчивать нашу прогулочку на слете коллекционеров. В конце обзора потом покажу все свои покупочки. Смотрите, сколько разнообразных значков. Игрушки елочные. Вау, сколько вообще часиков. Можно разбираться, разбираться годами с этими часами. Государственные кредитные билеты. Очень много монет разных. Тут всегда интересная продукция. Брошки. Прям для всех. И для нее товары, и для него еще часы такие в коробочках. Луч. Статуэтки. Интересная вот такая пепельница. Собака с дичью, статуэтка, вазы, хрустальная, подсвечники, часы, фотоаппараты, проекторы, самовар. А самовар почем у вас? Шахматы, военные фотографии, подстаканники, гривни, карбованси, мексиканские даже деньги, купоны. Очень много фотографий. Вау, посмотрите на слете, сколько красоты. И сабли, и вот такая старинная мебель. И большой плюс в том, что это все можно приобрести. То есть не только смотреть в каких-то музеях, а все это можно купить. Если вас интересуют какие-то товары, напоминаю, можете обращаться смело ко мне в Telegram. Могу отправить по Украине или же за границу. Вот видим подстаканники со стаканом 230 евро. Ну, здесь, конечно, тут элитная продукция для ценителей. Здесь в основном французский антиквариат, они на каждом слете. статуэтка, попугайчик такой. А что это за попугай у вас, здравствуйте, скажите, пожалуйста. Он маркирован, здесь есть клеймо, но клеймо распознать, к сожалению, нам не удалось. Это европейская вещь, скорее всего, последний 3-19 века, полностью вручную растисан. Ну, а стилистические, типологические, это отсылка, конечно, к Мейсону 18 века, они первыми делали подобных птиц. Обычно пар. Я понял. А Карла Энса у вас нет, случайно, фарфор? Была птичка, но вы на нее не успели. Ага, я понял. Жалко. Тарелочки. 180 евро. Машинки советские. Вот есть ЗИЛ, полностью металли. С коробочкой, часики, игрушка, советская, будильники, часы настольные, подсвечники, еще часики. Только что включили свет. Наконец-то. Подстаканник царский. По 2,5 доллара за грамм. Парсигары. А парсигары почем у вас? Это царский или? Пацан, а почему вы снимаете? Я блогер, блог свой снимаю. Вау, сейчас смотрите, какая красота на слете антикваров. Подсвечники. Старинные. Вы просто дайте свой. Ведет Viber. Вау, как все. Так они будут просто красивее играть. Конечно, неправильно, но это все равно хорошо. Какая красота. Поднос. Вот часы такие красивые, с позолотой. Полет. С Олимпиадой. Они у вас на ходу? Все на ходу. Все на ходу. И обслуженные или не обслуженные? Обслуженные сейчас? А? Обслуженные они? Нет, нет, нет. Знаете, чтобы деньги сейчас тратить такие на обслуживание. Вот какие вы куплены такие есть. Монеты с Олимпиадой. Монеты с Олимпиадой. Сколько они стоят? Ой, надо тебя спросить. Класс. С коробочкой. Отложенные для людей. Хорошие. Для хороших. Ответных. Вот еще монеты. 500, 400, 550. Полторы. Ну ладно, все поможет. Полторы, 600. Все. Еще ложки. А это у вас для чего? Это портсегал. Серебро. Такой тонкий вообще. Тонкий сигарет. Нуль. Нулевой, довоенный. Ну это Франция вроде бы. Или Австрия, или Франция. А царского серебра нету у вас? Ага, ложка. 84. 84. С черем. Ага. Ага. И по чем она у вас за грамм? Полтора. Полтора дома. Да, полтора. Вот 84. Я вижу. А железо? Ну, червь она редкость. Броссвет. Ну, червь это редкость. Чехелевка в червь. В идеальном состоянии. Еще по золоту сохранилась. Часть по золоту. Ага. Больше 100 лет, конечно, еле немножко слезали. Вот по червь в идеале. Ага. Часики. подсвечники, да? На стены. Я помню. Брошки. А это брошки не серебро у вас, да? Или серебро? Нет, там серебро. Ага. Там серебряных нет. Стаканы еще. Интересно. Еще. Подсвечники. Что это? Машинки. Зил. Еще вот такие металлические. В коробочке. В хорошем состоянии. Недр. Недр танцев. Семецкие. Фотографии. Солдат. Вот еще такие подстаканники. Это все 84-я проба, да? Вот еще фотоснайпер такой. Икона. Спаситель прекрасный. Казань прекраснейшая. Никола. Это Невьянск. Старобрядское письмо. Ветка Невьянск. Есть такой тип письма. Интересная икона. Вот еще. Часы. Ого! Смотрите. Прикольно. Лафитники. Царские. Это царские у вас лафитники? Да. Отлично. Царские. Прикольно. У меня похожие были, только с гранями. Да. Классные. Да. У меня похожие были, но только с гранями. Сигареты еще. Беломор. Север. Сигареты. 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 Пачки сигарет. Полет. А, то есть они без сигарет, да? Сигареты. А сигаретами. Вот ватра. Полет. Да. Да. Я знаю, что у вас очень велико редкость. Вот часы. Перестройка. Да. Перестройка часы с коробочкой, с документами. Кошелечек. Машинки. Интересно. Подсвечники. Вот чайнички. Эскаватов. Иконы. Вот еще такая пачка. Сигарет. Табачная фабрика. Курск. Так, давайте посмотрим мои покупочки на слете коллекционеров. Как всегда, накупил много интересных товаров. Начнем с самого первого. Это фотографии военные. Пять фотографий по сто гривен. Вот видим солдаты с оленем. Вот солдат со своей девушкой. Группа солдат для подписчика из Германии. Еще для подписчика из Германии приобрел потрясающие ремни. Это 90-е годы. Вот такой обычный солдатский ремень обошелся в 600 гривен. Еще солдатский ремень, тоже 90-х годов, парадный, обошелся в 800 гривен. Этот в таком, ну, хорошем состоянии, вот можете видеть на видео. Пряжка хорошо сохранилась. А этот такой простенький. Чашечку кофе на слете коллекционеров не покупал. У нас сейчас отсутствует электроэнергия, поэтому снимаю в кафешке. Также для подписчицы из Узбекистана приобрел потрясающих олимпийских мишек. Как обычно по традиции. И также поднос с олимпийским мишкой. Сейчас расскажу о ценах. Поднос такой обошелся в 600 гривен. Также олимпийские мишки LFZ. Маленький полторы тысячи гривен. Большой, ну, такой, точнее, средний. Тысячу четыреста. И вот такой самый большой. Тысячу триста гривен. Это у нас Дулево завод. Красавчик. Вот такая у меня сегодня была закупочка. И напоминаю, друзья, все эти товары, которые вы видели на слете коллекционеров, можно приобрести. Для этого обращайтесь ко мне в телеграм. Могу отправить по Украине или же за границу без каких-либо проблем. С отзывами моих подписчиков можете ознакомиться в первом закрепленном комментарии. Также там находится мой телеграм. Пишите по любым вопросам. Можете писать утром, вечером, ночью, днем, когда захотите. Постараюсь ответить максимально оперативно. Всем спасибо большое за просмотр, дорогие друзья. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч. Мишки передают всем привет.